друзья добрый день доктор казаков в эфире и сейчас очень жарко и меня попросили подписчики рассказать что делать жару как не навредить себе как охлаждаться ну ты про это хочу рассказать рассказ будет из двух частей состоять первое как предохраняться от жары от перегрева от воздействия солнца и вторая часть что делать если вы получили тепловой удар или солнечные ожоги и так первое правило не касаются распорядка дня не касаются способ охлаждения ну во первых нужно закрывать окна от прямого солнечного цвета если у вас есть занавески blackout это очень хорошо они предупреждают от проникновения инфракрасного излучения жары то есть но есть один минус в том что если нет движения воздуха то это не сильно поможет но тем не менее помогает ну постараться конечно обеспечить вентиляцию если есть кондиционеры это все хорошо но кондиционер такая штука которая может вызывать инфекционные заболевания особенно в случае если вовремя не чистится фильтр там скапливается во влажной среде бактериальная флора и она распространяется на помещении поэтому с кондиционерами быть аккуратнее особенно если вы сильно нагрелись а потом резко охладились это может это раз чем охлаждаться водичка и лучше что яичку добавлять лимончик потому что вследствие перегрева организм защелачивается и мы много потеем теряем много солей поэтому воду лучше пить добавлением лимона или мяты которая является охлаждающей с точки зрения китайской медицины она успокаивает то что называется кровь крови кровь это сердце и поэтому многие чувствуют когда перегрев очень тяжело дышать вот это синдромы сердца поэтому что происходит буквально смысле мы состоим из жидкости если жидкость начинает испаряться выпариваться то кровь становится становится более густой медленнее двигает двигается это ощущается в виде затруднения дыхания слабости так далее поэтому стараться больше пить воды воды противоположное огню качество поэтому будет хорошо также желает нахлаждать макушку поскольку это . байклей которая связана с каналом думай который связан с огнем огонь правители вот это самая охлаждающая область тела но вода должна быть не холодной прохладной это что делать по поводу питания тоже важно нужно исключить все продукты нагрева и жар то есть жареная желательно не есть так желает мне есть мясо особенно говядин барань который относится к огню лучше перейти на рыбу и овощи также хорошо двигает кровь и охлаждает этой ягоды и фрукты чем больше жар чем более жаркой страна где они растут тем более охлаждающий эффект от них именно летом в жару фрукты нужно есть не подогретыми а холодными это что касается питания больше жидкости больше холодные супы там до овощи которые относятся к охлаждающим это например огурцы помидоры лимон гранат щавель все что кисленькая поэтому томатный суп господи например вот и окрошки все это хорошо охлаждает также мы это все знаем если вы уже перегрелись получили солнечный удар первое аспирин банальный аспирин который разжижает кровь соответственно двигает ее и если уж совсем плохо также нужно добавлять всякие восстанавливающий солевой баланс препараты ну такие например как реки дрон это тоже поможет если есть тепловой удар также лед холодно затылок на голову это раз если солнечный ожог очень хороший способ это лавандовое масло рецепт такой быстрой помощи а буквально на следующий день становится легче протираем или легко втирая в обожженные поверхности кружи лавандовое масло а через час где-то наносим или спрей или крем паттенол который обеспечивает регенерацию тканей очень быстро помогает также ну и если владеете какими-то методами воздействия на биологические точки то вот на руке где безымянный пальчик вот это место где палец соединяется с кистью безымянный пальцы находится . воды тройного обогревательного канал жидкости организма и вот эта точка будет охлаждать а также . на внутренней поверхности колена 10 . почки это для тех опять же кто знает на их места можно воздействовать холодом это будет хорошо льдом например то есть лед под колен лед на затылок лед на кисть там где показывал ну если совсем плохо то можно делать в ванную с легким добавлением уксуса и в ней полежать минут 10 ванной может прохладно ничего страшного не произойдет но кожа восстановится очень хорошо поэтому старайтесь не перегреваться прежде всего а это значит что с 11 до 4 часов дня в жару когда вот как у нас сейчас 35 градусов в это время лучше не находиться на солнце даже водоем может не помочь можете если не обжечь что перегреться загорать рекомендуется до 11 часов дня даже лучше до 10 и после 16 часов поэтому профилактика наш все но если вы перегрелись уже то я про это уже рассказал поэтому всем хорошего лета без ожогов с вами доктор казаков школа кбс всем привет хорошего лета не болейте